Добрый день дорогие друзья сегодня у нас двурогая матка идет по графику среди аномалий матки но это конечно анатомическая аномалия двурога является наиболее встречаемой хотя если мы возьмем в общем популяции и встречаемость общей популяции у женщин диагностируется достаточно редко где-то не более половины процента у женщин но тут смотря какие смотрят данные статистики в одних данных это 0.1 по одним данным где-то чуть ли не до 1 процента доходят где-то в среднем 0.5 процентов женщин имеют эту врожденную аномалию формирование вот этой двурогой матки связано с нарушениями вернее связывают связаны с нарушениями внутриутробного развития дело в том что эта патология эта двурогая матка развивается вследствие неполного наслияния мюллеровых протоков то есть это у нас 10 11 12 максимум 14 до 13 14 14 неделя значит эмбриогенеза что он приводит к разделению полости матки как бы на две ниши две полости отсюда и двурогость да такая чаще при такой матке двурогой матки имеется одна шейка и одно влагалище но возможно также и такое удвоение шейки и наличие неполной влагалищной перегородки один рог то другого рога и матки может быть рудиментарным зачаточным в случае прикрепленного плодного яйца в рудиментарном роге беременность будет протекать по типу внематочной с разрывом рога и значит внутри брюшным кровотечением в других случаях оба рога бывают развиты но относительно симметрично и в каждом из них могут проходить полноценные маточные циклы даже наступать беременность завершающие роды завершающиеся родами но это конечно скорее исключение из правил что касается причин формирования двурогой матки здесь во многом-многом вещи мало понятное но считается что вот формирование значит этой двурогой матки способствует действию каких-то ну логично думают действия различных повреждающих факторов в первом триместре первые месяцы вынашивания беременности когда закладываются значит и развиваются органы ребеночка у девочки таким фактором воздействия тератогенным фактором воздействия относят различного рода интоксикации тут и курение тут никотин да и все остальные там тератогенные вещества табачного дыма тут и наркотики безусловно тут и алкоголь тут и лекарства дулин и другие химические токсические агенты недостаточность питания отсутствие белковой и жировой пищи в рационе излишек углеводов быстрых углеводов период беременности тут и связаны с этим авитаминозы физические какие-то травмы психически кстати тоже считается что травмы период беременности не забудем и эндокринке тут и значит сахарный диабет теле токсикоз также возможно и влияют и какие-то пороки сердца у матери все это конечно входит в размер значит ну раздел на предположение что сто процентов ничего не тут не доказано но фактором риска это все и безусловно является все перечисленное мною также известно что повреждающим воздействием ноябрем обладают различные инфекционные агенты особенно касается вирусов да вот известно коль краснуха крип но и другие значит возбудители как-то сифилис токсоплазмоз и другие инфекционные заболевания крайне неблагоприятно на процесс органогенеза сказывается и хроническая гипоксия плода протекания беременности с токсикозом когда мы говорим о ранних токсикозах беременности потому что это первый триместр помним что ранних триме токсикоз беременности практически очень но не скажу то всегда но очень часто связан именно с нарушениями выделительной функции надо тут думать о почках развиваются токсические явления и отсюда есть связь значит стратогенным воздействием токсических элементов на плоде когда еще нет не сформировалась плацента двурогая матка может сочетаться с некоторыми другими аномалиями чаще всего это идет но с ближайшими органами особенно с пороками мочевыделительной системы может быть может и не быть есть различные варианты анатомические варианты развитие другой матки другая матка характеризуется по значит то есть делит полости на две части которые сливаются обычно до в нижних отделах на различных уровнях зависимости от величины вот это вот этого расщепления полость матки выделяют мы выделяем до полу неполную седловидную дорогую матку а кстати седловидной матки надо было бы сказать при полном варианте так вот при полном варианте простите нас при полном варианте дорогой матки разделение полости и отхождение рогов в разные стороны различают начинаются на уровне маточно крестцовых связок при этом угол между двумя рогами может быть различным выраженное разделение полости матки ведет к наличию отдельных ниш напоминающих две однорогие матки которые расположены очень близко друг другу беременность в этом случае может развиваться нормально в нише одного из имеющихся значит рогов неполный вариант двурогой матки характеризуется значит расщеплением полости верхней трети и неглубоким таким проемом между рогами между двумя рогами при этом форме размера значит обоих маточных рогов обычно ну идентичны сразу соразмерно одинаково при седловидной двурогой матки в области дна имеется незначительное углубление по форме напоминающее седло отсюда и название зачатие при седловидной матки не исключается однако при наличии сопутствующих пороков может производить произойти самопроизвольное прерывание беременности двурогая седловидная матка в сочетании с сутким тазом может вызывать неправильное положение плода что крайне затруднит возможность самостоятельных ротов практически можно сказать что исключит давайте все-таки по седловидной матке там есть свои особенности мы все-таки сделаем с вами отдельную передачу чтобы просто не отягчать то принципе чем похоже но там есть особо свои нюансы надо сделаем отдельную передачу обязательно значит симптомы наличие двурогой матки может и не сопровождаться выраженными какими-то клиническими проявлениями иногда при двурогой матки отмечается альгодисменария болезненные месячные кровотечения маточные может у женщин с двурогой на матке наблюдаться и обычно так и бывает бесплодие то есть самопроизвольные аборты бывают очень долго и нудно женщина пытается забеременеть и без особых таких успехов там оказывается что тут у нас анатомическая двурогая матка однако бывает что и вот беременность и роды будут могут протекать без осложнений есть данные что после того как женщина забеременела нормально родила все эти данные все это восстанавливается в общем случае такие случаи описано предвурогой матки беременность обычно развивается в одном из имеющихся рогов но есть и казус казуистический что одновременно в обоих рогах тоже может быть тут уж надо понять правильно будет поставлен диагноз вообще беременность предвурогой матки часто сопряжена с риском высоким я бы сказал бы высочайшим риском прерывания что требует своего значит грамотного введения тщательного врачебного наблюдения самопроизвольные вот такие выкидыш и аборты предвурогой матки скорее то аборт даже самопроизвольные аборты предвурогой матки обычно случаются в первом триместре поскольку росту эмбриона препятствует недостаточное кровоснабжение и малый объем внутренней полости маточного рога предвурогой матки часто встречаются и аномалии расположения плаценты предлежания плаценты низкое размещение предлежание тоже будем говорить все-таки отдельно будем говорить все это чревато ее преждевременной ослойкой кровотечениями наличие двурогой матки повышает вероятность истинника цервикальной недостаточности тазового предлежания плодика преждевременные роды и нарушение сократительной активности мускулатуры матки и после родовое там кровотечение может начаться при косом и поперечном положении плода показано выполнение кесаря кесарю кесаря ну так можно определить откуда у матки рога наличие этого феномена может быть заподозрено при наличии нескольких жалоб да скажем есть альгодисминурия с аномальными кровотечениями частые выкидыши и вот бесплодие с этим связано то есть это должно насторожить в плане того что тут может быть и еще и значит вот двурогая матка ну а в ходе исследования проводится уточняющее зондирование полости матки тоже конечно чисто гинекологической манипуляции позволяющей определить его формы наличие анатомической двурогой структуры но сейчас ввиду широчайшего применения ультразвукового исследования что конечно очень здорово двурогая матка вы легко обнаруживается при этом при сканировании узи классическим датчиком абдоминальным вагинальным датчиком уже не говорю подтверждение диагнозы способствуют результаты и гистеросайпинговой гистеросайпинографии гистероскопии лапароскопии на гистерограммах или там томограммах при двурогой матке выявится вот это наличие двух устьев маточных труб дно матки в разной степени в виде гребня будет вдаваться в полость значит дно матки в полость будет вдаваться в полость матки свою уже при обследовании проводится диагностика между внутриматочной перегородкой и двурогой классическая внутриматочная истинная перегородка и двурогостью что же касается лечения значит хирургическая тактика потому что иной быть не может понятно при двурогой матке показано в случае привычного невынашивания беременности двух-трех выкидышей подряд ну или бесплодие целью операции при двурогой матки является восстановление единой полноценной маточной полости чаще всего оперативной гинекологии прибегают к удалению экстерпации вот этого рудиментарного рока либо к удалению вот этой перегородки которая разделяет полость это операции или томпсона или штрасмана но тут уже в операциях мы говорить не будем это уже узкий удел значит именно хирургов напомню просто нашим слушателям или тем кто только-только подключился что это цикл бесед лекции если хотите да для студентов старших медицинских курсов которые готовятся в этом или будущем году сдать экзамены выпускные экзамены значит по медицине по врачебному делу и там будет в общем если будут вопросы по гинекологии они обязательно будут отдельный экзамен будет вот на этом уровне надо и отвечать более углубленные знания конечно требует уже более хирургических хороших лекций более углубленных гинекологических значит познаний но наши беседы на это не рассчитано хотя почему нет для начинающих тоже можно что касается правда да значит мы говорили об операции штрасмана это штрасман это стандарт стандартная такая манипуляция предвурогой матки которая значит заключается в собственно лапаротомии когда истекается вернее рассекается дно матки поперечным разрезом истекается серединная перегородка с последующим сшиванием значит оболочек после этого хирургическая коррекция предвурогой матки может быть выспал да кроме этого значит кроме штрасмана помимо значит штрасмана хирургическая коррекция предвурогой матки может выполняться с использованием сейчас популярной гистероскопической методики широко и широко значит и применяют и обучаются и используют очень здорово после оперативного восстановления единой полости матки есть такой стандарт на 6-8 месяцев устанавливается внутриматочная спираль ну там исходя из разных соображений при достаточной емкости полости матки то есть мы сейчас говорим уже без операции да вынашивание беременности может проходить и без осложнений просто надо тут понимать что значит когда ставить этот диагноз правильно при выраженной степени раздвоенной полости матки повышается риск значит спонтанного аборта или преждевременных родов ведение беременности таких женщин с двурогой маткой требует профилактики выкидыша развития эсмикоцервикальной недостаточности и кровотечения что конечно очень не очень нехорошая вещь при наступлении угрозы прерывания беременности в позднем сроке это где-то после 26-28 недели гистации проводится кесаря для сохранения плотиков при недоношенной беременности вопрос о родозрешении разрешается с учетом различных но я бы сказал бы даже классических факторов то есть положение и предлежание плода сопутствующую патологию беременной ну и так далее после хирургической коррекции двурогой матки риск невынашивания беременности снижается с высокого то есть 90 процентов до 30 а иногда и меньше у женщин с недостаточным объемом полости матки или сохраняющимся после хирургического лечения невынашивания беременности материнство в принципе и возможно благодаря там каким-то вспомогательным технологиям которые я как известно не очень люблю и не очень пропагандирую но в принципе все самое главное мы сказали что касается что касается разговора о седловидной матке давайте мы все-таки об этом поговорим отдельно хотя многое конечно тут пересекается но давайте все-таки отдельно об этом поговорим всего вам доброго дорогие друзья до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok